Госфинансирование Даугавпилской больницы снижено. Чтобы она могла продолжить работу, деньгами помогает самоуправление, но их мало. Поэтому сокращать собираются административные расходы. Даугавпилская больница самая большая в регионе. Здесь ежегодно лечится 24 тысячи стационарных больных и 220 тысяч амбулаторных пациентов. Некоторые услуги можно получить только здесь, к примеру, гемодиализ. Тем временем убытки больницы приближаются к отметке в полтора миллиона евро. Ежегодно примерно две тысячи пациентов, которых мы лечим, не платят за оказанные услуги. Вот и результат. К тому же за год финансирование сократилось на 700 тысяч евро. В следующем году больница может стать неплатежеспособной. Началась оптимизация административных расходов. Но об увольнении медицинских работников речь не идёт. Даже наоборот. Их тут по-прежнему не хватает. А ремонт Баусской государственной гимназии вновь остановился. Он начался весной ещё прошлого года. И с тех пор дети учатся де-факто на стройплощадке. Фундамент здания раскопанный до сих пор не утеплён. Не везде проведено отопление. На сей раз остановка не по вине строителя, а из-за судебного процесса. В марте с фирмой Starbuck расторгли договор, поскольку она не укладывалась в сроки. Мы допускали возможность, что Starbuck может подать жалобу. Но очень надеялись, что этого не произойдёт. В июле заключили договор с фирмой Quintets M. Все надеялись, что теперь ремонт закончит. И вот в конце прошлой недели Дума получила решение административного суда. Работы остановить. Они проведены лишь на 70%. Что делать с разлитым фундаментом, непонятно. Как и защитить каменную вату на наружных стенах. В подвальном этаже кабинеты не готовы. Спортзал остался без отопления. Сколько будет тянуться процесс, никто сказать не берётся. А дети вновь вынуждены мириться с неудобствами. В Цессисе будут строить вытрезвитель. В ближайшее время самоуправление начнёт оценку предложений строителей. Проект уже готов. За основу возьмут здание возле Цессиской больницы. Там будет и вытрезвитель, и приют для бездомных. Сейчас пьяных размещать негде. Лечебные учреждения функции вытрезвителя не выполняют. Если человеку помощь врача не нужна, его в больницу не берут. В новом вытрезвителе будут специальные помещения для агрессивных постояльцев. Предусмотрены также камеры слежения. Заявку на строительство вытрезвителя подали шесть фирм. Субтитры создавал DimaTorzok